Реклама Здравствуйте! В эфире информационная программа «12», новость Республики на телеканале «Регион-12». Напоминаю, интернет-версию нашей программы вы можете найти на сайте tvregion12.ru. В студии Дарья Разинова. Дарья Разинова. А результаты, которых добилась Мариэл по итогам 2014 года по сравнению с другими регионами Привожского федерального округа, действительно высоки. Так, в ушедшем году республика заняла первое место в Повожье по темпам роста и развития промышленного производства. Меж тем, на самых крупных предприятиях республики, отчисляющих длинную долю налогов во все уровни бюджетов, уверены, наступивший год не только станет стабильным в плане объемов производимой продукции, но и благодатным временем для их увеличения. 2015 год для завода полупроводниковых приборов начался очень активно, причем и по всем направлениям. Работники цехов основного производства работают в плотном графике. Технологические и технические службы завода в настоящее время занимаются освоением вновь приобретенного оборудования. Данное оборудование позволит изготавливать принципиально новые изделия, сложные, многовыводные и безыводные корпуса. Для внедрения этого оборудования, помимо создания участка, были открыты новые рабочие места. Поэтому январь начался активно и для отдела кадров, потому что на протяжении двух недель проводился отбор и найм персонала для работы на данном участке. Наладка, которая проводится в настоящее время, позволит еще на порядок повысить качество выпускаемой продукции, повысить производительность труда, а значит и заработную плату наших работников. Меж тем, 2014 год стал знаковым и для агропромышленного комплекса республики. Объем выпускаемой продукции вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом. В 2015 этот показатель станет еще выше. Произойдет это в первую очередь за счет того, что в ближайшее время республика станет одним из главных производителей инкубационного яйца в России. В МРИЛ реализован проект по созданию репродукторов первого порядка, который полностью закроет не только собственные потребности агрохолдинга, но и обеспечит на 15% российскую птицеводческую отрасль племенным материалом. Восьмая очередь строительства агрохолдинга будет завершена уже в текущем году. К тому же уже весной будет произведен запуск завода по мясопереработке в юбилейном. Реализация двух этих проектов позволит открыть еще тысячу новых рабочих мест и увеличить налоговое числение на 80 миллионов рублей ежегодно. Реализация восьмой очереди это все-таки не окончание развития нашей деятельности, а только шаг вперед, потому что на сегодняшний момент идет уже в проектной стадии проекта, в стадии реализации. Это девятая очередь, это увеличение производства мяса птицы, это открытие нового мясопереработающего завода в Волжском регионе, это строительство завода по переработке помета в органические удобрения. Опять же увеличение рабочих мест, увеличение отчислений в фонды, увеличение отчислений в бюджет республики, в конце концов развития республики, потому что проекты, которые реализуют фабрика Акашевска, на сегодняшний день, можно сказать, в каких-то рамках даже инновационные. В России мы стремимся к тому, чтобы развивался регион. Для поддержки крупных производителей региона, реализации всех заявленных инвестиционных проектов в республике, а также помощи предпринимателям малого и среднего звена, на днях руководителям региона было подписано распоряжение о создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике Мариел. Леонид Маркелов поставил задачу перед органами исполнительной власти разработать перечень мер, направленных на экономическое развитие, а также стимулирование инвестиционной деятельности. Безусловно, возникнут какие-то ситуации. Мы говорим сегодня о том, что может наступить банкротство ряда предприятий, но мы сегодня не видим такого. Наша экономика нормально развивается. Даже по первому кварталу, по первому месяцу, который был самый тяжелый, мы получили просто налогов. Где-то около 7%, это 43 миллиона рублей, которые мы направили на дополнительную настройку, на какую-то социальную сферу. Инвестиционные программы, которые приняты правительством республики в 2014 году при рассмотрении бюджета, мы не сократили. Мы запланировали построить 20 ФАПов, мы их построим. Мы запланировали построить школу в городе Волжске, мы ее построим. Мы запланировали больницу в Юринском районе, мы построим и другие объекты, и дорожное хозяйство, и мост через Кокшагу в районе Ленинского проспекта. Я не могу все перечислить, потому что там сотни объектов. Я говорю, основные, которые на слуху. Мы, конечно же, профинансируем все, и у нас нет никаких даже опасений, что мы не сможем выполнить свою задачу при финансировании инвестиционной адресной программы. Социальная сфера никак не сокращается. Более того, наверняка понадобятся новые рабочие места. Потому что если мы строим ФАПы, значит, нужно специалистов укомплектовать специалистами эти ФАПы. Если мы строим больницу, значит, нам нужны дополнительные специалисты. Если мы строим детский сад, нам нужно педагогов в детский сад принять на работу. Мы будем только увеличивать, и никаких сокращений не предвидится. Поэтому на сегодняшний день стабильная ситуация. Даже первый месяц, тяжелый месяц, январь, когда полмесяца многие предприятия не работали, мы перевыполнили план по сбору налогов. Кроме того, как обозначил временно исполняющий обязанности главы МРИЛ, необходимо учесть меры поддержки предпринимательских инициатив. В том числе сократить количество проводимых проверок контролирующими организациями до самых необходимых, а также ведение налоговых каникул, что и станет возможностью стимуляции развития частного предпринимательства в МРИЛ. В год литературы в Яшкар-Оле появится Центр детско-юношеского чтения. Современная библиотека, совмещающая в себе как элементы привычного формата, выдача книг и читальный зал, так и доступ к литературе в электронном виде с возможностью загрузить нужные книги на мобильные устройства. Здание Центра уже возведено на левобережье Малой Кокшаги. Сейчас здесь начались отделочные работы. Единственное, что может помешать строителям закончить все в срок – жалобы отдельных горожан, по факту которых контролирующие органы все чаще проводят проверки. Центр детско-юношеского чтения будет расположен в одном из зданий, составляющих архитектурный ансамбль «Новой набережной» на левобережье Малой Кокшаги. На трех этажах спроектированы и построены необходимые помещения для создания здесь современной библиотеки, абонентами которой смогут стать все желающие юные ежкаролинцы. Вдвойне символично, что Центр, в соответствии с планами, распахнет свои двери для читателей в День знаний, 1 сентября. В 2015 год президентом нашей страны Владимир Владимирович Путин объявлен годом литературы. Я думаю, это знаковое событие будет для года литературы сдать в эксплуатацию детскую и юношескую библиотеку республиканскую, о которой долго мечтали все люди, которые любят читать книжку и открывать ее. Есть люди, которые читают электронные книги. И для них тоже здесь будут предусмотрены соответствующие читальные залы. Книжки мы со временем закупим электронные, и база у нас будет хорошая, собрана. Но, например, я предпочитаю книгу видеть живьем, открыть, почитать. И многие люди, по вопросам говорят, 50 на 50 молодежь даже сегодня делится. Одни любят компьютеры, другие любят компьютеры, но любят читать книги. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы все люди, желающие сегодня получать знания, литературу изучать, нашу русскую классическую, зарубежную литературу, они могли в республике Морел чувствовать себя на высоком уровне. К внутренней отделке центра у строителей особый подход. Библиотека требует и особого освещения, и особой температуры и влажности в помещениях, в которых будут храниться книги. Конечно же, берется в расчеты то, что главными посетителями здесь будут дети. Материалы используются экологически чистые, а интерьеры получат множество интересных деталей. Основная сейчас задача – это произвести здесь отделочные работы. Половина плитки половой уложена, половина облицовочной плитки уложена. Ну и идет работа сейчас с подвесными потолками. Все коммуникации, которые здесь сейчас проложены, они закрываются, выполняются уже как бы на отделку, на декор уже работаем. Поэтому процесс идет, работы не прекращаются в полном разгаре. Так что, думаю, все у нас получится. Леонид Маркелов заверил присутствующих, что финансирование этого и других социальных объектов, реализующихся на данный момент в регионе, будет выполнено в полном объеме. Пожалуй, единственное, что мешает работать строителям – это жалобы, которые пишут некоторые горожане. Естественно, соответствующие органы не могут на них не реагировать, и строительные работы тормозятся всевозможными проверками. Хотя в большинстве случаев, вместо того, чтобы идти с жалобой в прокуратуру, достаточно напрямую обратиться к подрядчику, муниципальным властям или просто заглянуть в интернет. Не часто, но приходится сталкиваться в работе с ситуациями, когда деятельность предприятия подвергается проверке со стороны контролирующих органов по так называемым сигналам. Скажу прямо, это не только отвлекает от работы, отнимает немало времени, но и нервирует. Обидно сознавать, что время потрачено фактически впустую. Объяснения, справки, копии документов. И все ради того, чтобы очередной блюститель государственных интересов получил по результатам проверки уведомление о том, что указанные в жалобе сведения не нашли своего подтверждения. Работа строительной организации на виду строительства большинства крупных объектов мы ведем в рамках государственных контрактов, заключаемых в соответствии со строгой процедурой. Ответы на любой вопрос, в том числе о цене, порядке оплаты, источниках финансирования являются общедоступным. Для этого не обязательно писать жалобу в прокуратуру или в полицию. В нынешней обстановке, когда строителям и так непросто работать, есть такая категория людей, которые своими обращениями в соответствующие органы всячески мешают нам работать. Это и жалобы всевозможные, потом всевозможные проверки, которые влекут за собой, отвлекают от работы, срываются сроки. И есть некоторое напряжение в коллективе создается. Но если вопрос, конечно, не требующий такого внимания большого, копеечной, можно сказать, приходится, говорю, отвлекаться и перенимать какие-то меры, на это все и время уходит, и средства уходят. Поэтому, говорю, мы от этого ничего не имеем, только-только все усугубляется, только все хуже. В общем, никакой пользы от этого мы не видим, как от строителей, от всех, и от себя лично, я так считаю. Кроме того, Леонид Маркелов продолжил тему городских сумасшедших, начатую во время прямого эфира на телеканале «Регион-12» 2 февраля. Будет ли развиваться город, зависит от горожан. Если будут все городские сумасшедшие развиваться при каждой стройке, выставляет мэр города, вот здесь будет стоять жилой дом. Нет, давайте напишем заявление в прокуратуру, в Следственный комитет, в ВВД, и пусть проверяют. Но при такой ситуации город никогда не построится. Инвестор скажет, ба, да тут что-то творится-то, меня МВД пришли, прокуратура пришла, ОСС пришли. Я лучше в другое место уйду. От горожан зависит. Сегодня набережная Ешкаралы – это достояние не только Республики Морелы, достояние нашей страны. Такое красивое место, уникальное. Но самое главное, что все это функционально. Вот если храм, он построен на деньги верующих, да, если библиотека, она строится за счет бюджета. Если больница, она нам нужна, мы ее построили, больницу для детей. Пусть она будет в центре города. Добраться очень легко, подъездные пути, стоянки, все построено по новым технологиям. Это нужно и важно. Можно было ее, конечно, построить на окраине, где есть там участок земли, силикатного серого кирпича, куда родители бы там добирались, не знаю куда, да. А может делать красиво было. Один внешний вид лечит детей, которые нуждаются в медицинской помощи. Не говоря уже о всей набережной. Такая красота. Так вот я вам скажу так, что есть люди, которые сопереживают и которые помогают. Даже своим голосом на выборах. А то они помогают и поддерживают. И хочется ради этих людей работать. А есть, которые доносы пишут. Вот людей, которые, я считаю, городские сумасшедшие, это те, которые на свалке видят вишневый сад. Те, которые писали, что Маркелов снес вишневый сад на набережной, а мы на него так любовались из наших окон. Ну, я проверял, что здесь не было никогда вишневого сада. И вы, как жители Ишкаралы, знаете, это не хуже меня. Здесь была свалка городская. Вот именно на городской свалке мы сделали город-сад. Вишневый сад не посадили, зато посадили великолепный сад, где сегодня у нас и реликтовые деревья, и красные клёны. И сделали великолепный парк на месте, где была просто-напросто городская свалка. А сегодня это великолепная аллея, красивейшая аллея. Мраморная дорожка, красивые деревья. Через три года они разрастутся, и вы будете посмотреть, насколько это красиво. Поэтому, если я кого-то обидел из патриотов, я приношу извинения. А что касается городских сумасшедших, я обращаюсь к тем, кто без конца пишет доносы и работать не даёт. Ни мне, ни строителям, ни другим патриотам нашего города, которые делают на благо всех людей. Представление лучших товаров, здоровая конкуренция и обмен опытом. Выставочный центр ТПП Республики четвёртый год подряд становится местом проведения выставки «Покупай Мариельская». На ней, в отличие от многих других, не отмечают лучших. Выводы делают сами посетители, в числе которых была и наша съёмочная группа. Что залог сибирского здоровья – это мёд, Вячеслав Южаков знает не понаслышке. И с уверенностью говорит, ложка мёда с чаем – лучшая профилактика вирусных заболеваний. Он занимается пчёлами в Аршанском районе уже более 50 лет. Всю жизнь, с самого детства. Потому на выставке Вячеслав не новичок, но ассортимент обновляет ежегодно. Кроме популярных у жителей региона – мёда, цветочной пыльцы и перги – он представил новинку – прополис на гусином жиру. Прополис на гусином жиру, значит, тоже желудочный трактор лечения от ожогов, всевозможных ран и даже геморрой вылечивает. Впервые на выставке «Покупай Морельское» единый стенд развернул Республиканский комитет по туризму. Им тоже есть что предложить. Начиная от сувенирной продукции, заканчивая туристическими маршрутами. Можно с уверенностью сказать, что за последние годы турпоток в республике увеличился. К примеру, только за весь прошлый год Морел посетили более 420 тысяч туристов. Включая экскурсантов. В это полугодие планируем запустить новый сайт туристко-информационного центра, который позволит объединить в себе всю самую актуальную, самую востребованную информацию о том, что происходит у нас в городе. Куда можно сходить, что можно посмотреть, какими услугами можно воспользоваться. Рост объемов производства в Республике Морел словно лакмусовая бумага на себе тут же чувствует сернурский сырзавод. Здесь говорят, заказов от местных контрагентов стало в разы больше. В связи с этим завод по производству сыров и молочной продукции расширяет не только объемы, но и ассортимент. Новинка образца 2015 года – диетический сыр «Малога» и термостатный кефир. Кефир разливается непосредственно в бутылку, туда помещается захваска, и кефир томится непосредственно в этой бутылке. Сам процесс происходит непосредственно в этой бутылке, соответственно, не нарушается структура кефира. Ежегодно организаторы ярмарки стараются сделать ее в первую очередь полезной. Поэтому кроме продуктов питания и товаров всеобщего потребления, здесь представлены всевозможные услуги. Верным помощником для малого и среднего бизнеса в Морел становится финансовое учреждение. Банк регулярно принимает участие в федеральных и региональных выставках. Нам есть что предложить своим клиентам для любой категории бизнеса. Регулярно у нас проходят акции в банке. Постоянный участник подобных выставок – и птицефабрика «Акашевская». Ветчина, куриные чипсы, пельмени явно пришлись по вкусу горожанам. На заводе уверены, такие выставки помогают добиваться новых успехов, совершенствовать производство и лучше понимать потребителя. Ежедневно работа кипит из-за колючей проволокой. Мячи, ковка, пошив спецформы, рыхлители – в каждой исправительной колонии запущено свое производство. Его называют Центром трудовой адаптации осужденных. На базе одного из наших учреждений производят футбольные и волейбольные мячики. Уникальность их заключается в том, что они сделаны руками. В основном сейчас мячики производят машинным производством, а у нас до сих пор удалось сохранить так называемое шорное производство. Примечательно, что в новом году среди участников ярмарки были и те, кто начал свое дело в рамках программы самозанятости, получив подъемные от государства без малого 60 тысяч рублей. Впрочем, как для представителей малого бизнеса, так и уже для крупных игроков ярмарка «Покупай морельская» не что иное, как дополнительный шанс найти новых покупателей, клиентов, партнеров. Это возможность еще раз рассказать всем жителям республики, что у нас есть что на сегодняшний день покупать. У нас очень хорошие продукты, очень хорошие промышленные предприятия. И мы на сегодняшний день здесь имеем предприятия, которые у нас приехали с Нижнего Новгорода, торговые сети. Они впервые находятся на этих мероприятиях, и им это все интересно. По данным Минэкономразвития МРИЛ, сейчас на прилавках магазинов республики более 70% – это продукция местных производителей. Больше всего своего, а не привозного, из ассортимента хлебной, молочной и мясной продукции. Впрочем, как говорят в министерстве, сделать показатели стопроцентными – потенциал есть. Главное – как можно чаще заявлять о себе. Ведь, как известно, спрос рождает предложение. Около тысячи ишкаролинцев первыми в МРИЛ оценили удобство новых платежных документов за услуги ЖКХ. Это жители многоквартирных домов, расположенных преимущественно в центре города. Напомню, в МРИЛ продолжается реализация проекта по оптимизации системы расчетов за услуги ЖКХ. Его цель – внедрить для всех потребителей республики один платежный документ. По планам уже с весны 2015-го ишкаролинцы будут получать не четыре, как сейчас, а одну квитанцию, в которой будут указаны все услуги ЖКХ. Отопление, горячее водоснабжение, водоканал, наши услуги обслуживания и ремонта. Ресурсоснабжающие организации постепенно заключают договора с единым расчетным центром. И их услуги появляются в квитанции для того, чтобы это была единая квитанция, чтобы населению было удобнее. Следом, единый платежный документ планируют запустить в Оршанском, Медведевском, Советском районах, а к концу года – и по всей республике. Работу ведет созданный на базе городского комитета по расчетам и платежам единый расчетный центр на территории Республики МРИЛ. Затопит или не затопит – тема, пока не волнующая жителей республики, активно обсуждается спасателями. Тема безаварийного пропуска весеннего половодия 2015 была главной на прошедшем в Республике селекторном совещании под руководством главы ведомства Владимира Пучкова. Обсуждались вопросы о том, как подготовиться к половодию, не допустить затопления и чрезвычайных ситуаций. В онлайн-совещании приняли участие все регионы России, в том числе и МРИЛ. В региональном ведомстве отметили – прогнозы пока, конечно, только предварительные, но одно известно точно – к паводку готовиться надо. По прогнозу метеорологов, потепления в МРИЛ ждут к середине апреля, но в это же время прогнозируют скрытие малых рек республики. Не исключено, что нынче может быть подтоплено около 350 жилых домов в северной части Ишкаралы, более 30 в Куяре, около 35 в Кокшайске и 40 в Волжске. По данным МЧС по МРИЛ, несмотря на обилие снега, выпавшего этой зимой, республика не входит в зону кризисных регионов. При самых худших развитиях обстановки у нас в республике попадает до 2000 населения в зону подтопления, не затопления, а подтопления жилых домов. Все планирующие и организационные мероприятия выполнены уже в прошлом году. 12 февраля у нас плановое заседание правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут рассмотрены и уточнены все необходимые меры, которые дополнительно еще нужно будет принять. 11-12 марта спланированы командно-штабные учения республики с территориальной подсистемой РСЧС, на которых будут отработаны вопросы взаимодействия организации реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. В республике созданы резервы финансовых и материальных ресурсов, создана группировка сил и средств, люди, техника, плавсредства. Так что, в принципе, республика, я думаю, готова к встрече к плаватковому периоду. Отмечу, что в республике уже выполнен капремонт шести гидротехнических сооружений и подготовлено 10 пунктов временного размещения для населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне подтопления. Уже сейчас за состоянием рек наблюдают пять гидротехнических постов. Еще шесть водомерных развернутся непосредственно в паводковый период. В целях ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в Мариел создан резерв финансовых ресурсов в размере 70 миллионов рублей. На старте сельские спортсмены. В Вишкороле и пригородах Мариинской столицы состояли соревнования в рамках региональных зимних сельских спортивных игр. По их итогам будет сформирована сборная республики для участия во Всероссийской сельской олимпиаде. Всех этих лыжников разного возраста и разной физкультподготовки объединяло в этот день одно – участие в республиканских зимних сельских спортивных играх или, проще говоря, сельской олимпиаде. И если Большая Олимпиада собирает сильнейших атлетов мира раз в 4 года, то сильнейшие российские спортсмены из сельской местности собираются на форумы раз в 2 года. А предшествуют им региональные сельские игры, на которых, собственно, и проходит отбор сильнейших. Программа региональных стартов максимально повторяет программу всероссийских соревнований. Дабы произвести качественный отбор, с одной стороны, и с другой – потренироваться на современной базе в самых, что ни на есть, боевых условиях. И если Всероссийская сельская олимпиада пройдет в седьмой раз, то региональная – в пятой. Среди участников немало старожил. Например, гиревик Владимир Веденеев – бессменный член команды республики как на летних сельских играх, так и на зимних. Я думаю, для развития нации, национальности, пускай народ в море будет крепким среди населения России. Занимаясь гиревым и силовым видом спортом, я думаю, надеюсь, буду развиваться и добиваться успехов. Я учитель физкультуры, заниматься приходится со всеми видами. Основное, как хобби, это у нас гиревой спорт. А это одна из самых зрелищных и громких дисциплин сельских игр – фигурное вождение трактора или соревнования механизаторов. Пилотам многотонной техники предстояло филигранно подвесить к трактору груз, прокатиться с ним по пересеченной местности и не менее филигранно вернуть его на место. Что касается других дисциплин, то они были как вполне классические, например, лыжные гонки или палеотлон, так и специализированные. Кроме вождения на тракторах – соревнования дояров. Ну и, конечно, главное условие. Участниками стартов должны были быть жители сельских поселений, а также работники системы агропромышленного комплекса, проживающие в поселках городского типа или районах-центрах. Вот эти соревнования, которые сейчас начали проводить, сельские игры, они очень большую роль играют среди молодежи и среди вовше населения. Сельское население сейчас не занимается спортом. Вот на такие соревнования выезжают доярки, механизаторы, школьники, кто позволяет бегать. Они бегают, они заинтересованы, бежать, участвовать на соревнованиях, закалять свой организм и здоровый образ жизни соблюдать. Что же касается окончательных результатов региональной сельской олимпиады, то первое общекомандное место завоевали атлеты из Сернурского района. Вторыми стали представители Волжского района, третьими финишировали спортсмены Медведевского района. По итогам соревнований будет сформирована сборная региона, которая представит нашу республику на всероссийских зимних сельских спортивных играх. Пройдут они в конце февраля в Пермском крае. И анализируя выступления наших спортсменов, есть уверенность, что сельские атлеты из Мариел там статистами не будут. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Так и у Ариады. Вот уже как и несколько недель наши хоккеисты находятся у зоны попадания в топ-16 нынешнего розыгрыша в АХЛ. Но никак не могут преодолеть отставание в несколько очков и попасть в число тех, кто продолжит чемпионат во второй его части. Большие надежды возлагались на очередную предпоследнюю в регулярном сезоне домашнюю серию. Ведь, как известно от дома, и стены помогают, да и болельщик зачастую выступает в качестве шестого полевого игрока. Однако, обо всем по порядку. Первыми в Волжск пожаловали игроки Башкортостанского Тороса. Команда, если не лидера нынешнего сезона, то как минимум крепкого такого середнячка. Матч получился результативным на заброшенные шаевы. В одном только первом периоде красный свет за воротами вратарей загорался аж пять раз. Но в итоге победа осталась за гостями, которые переиграли Волжан со счетом 5-2. Не повезло нашим и в матче с Ижевской и Шталью. Одни из лидеров сезона обыграли ариадовцев в сухую 2-0. И стало быть третий матч серии. В февральскую сессию текущего чемпионата Ариада открыла матчем с пермским молотом при Камье. Крепкую команду, вполне себе нацеленную на попадание в тройку призеров первой части первенства. Мишки, достаточно быстро открыв счет, на протяжении двух периодов имели преимущество, однако не смогли удержать его в третьем отрезке игры. То ли сил не хватило, то ли ариадовцы спохватились и поняли, что проигрывать третий подряд матч дома совсем не к лицу. В итоге несколько неожиданная победа Волжан 3-1. Получили мы очередной подзатыльник, можно уже сказать не подзатыльник, а пинок. От команды, которая не попадает в зону плей-офф. Я скажу, что в ряде играют ребята, которым, видимо, есть чего доказывать, есть куда стремиться. На протяжении вот этой домашней серии я не хочу сказать, что команда играла без характера, без души. Где-то удача в первых двух играх отвернулась, но когда-то должно, наверное, прорвать. То есть вот именно сегодня та игра, когда прорвало и прорвало в положительную сторону. За что большое спасибо ребятам за самоотдачу. Самоотдача понадобится нашим ребятам и в оставшихся шести играх. Ибо отставание в пять очков от плей-офф и нынешнее девятнадцатое место не устраивает никого в ряде. Ближайшие три матча волжане проведут на выезде по маршруту Оренбургская область, Челябинск, Караганда. Но завершать регулярный чемпионат подопечные Андрея Царева будут дома. И как раз тогда станет ясно, как с делами у главной хоккейной команды республики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Курс на улучшение сервиса и работу лицом клиенту сохранится, заверяет новое управляющее отделением МРИЛ Сбербанка России Артем Пищик. На днях вновь назначенный руководитель отделения одного из крупнейших банков региона впервые встретился с журналистами и поделился планами работы, а также своими впечатлениями от Ишкаралы. Представляя журналистом нового управляющего, председатель Волговятского банка Сбербанка России Сергей Мальцев заверяет, опыт Артема Пищика, его потенциал и репутация эффективного управленца несомненно послужат на благо республики МРИЛ. Но задачи перед вновь назначенным руководителем стоят действительно непростые. Дело в том, что отделение МРИЛ Сбербанка в 2014 году продемонстрировало впечатляющие результаты, заняв первое место среди других региональных отделений ВВБ по прибыли, перевыполнив плановые показатели в полтора раза. Объем привлеченных средств юридических лиц вырос более чем в три раза. На треть вырос объем кредитования населения. Впрочем, Артем Пищик уверен, в текущем году эти показатели удастся не только сохранить, но и увеличить, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Если в одном слове, то приумножить. Причем я уже сказал, что потенциал для нас, у нас для этого есть. Абсолютный коллектив, абсолютно работоспособная, команда здесь отличная. Все возможности для этого есть. У нас есть желание также оставаться стратегическим партнером республики. Я уже обозначил, что у нас есть много задумок, много интересных проектов, которые мы хотели бы в республике реализовывать. Весь карьерный путь 37-летнего Артема Пищика до 2015 года был связан с Чувашским отделением Сбербанка. Он начал работать в банке в 2000 году, сразу после окончания Чувашского госуниверситета. Как говорится, с самых низов, с должности инспектора. В последние два с половиной года занимал должность заместителя управляющего Чувашским отделением. И 27 января 2015 года был назначен руководителем отделения Мариэл. Напомним, что это уже третий управляющий Мариэльским региональным отделением Сбербанка за последние несколько лет. Алексей Ситнов и Алексей Наумов, ранее занимавшие эту должность, ушли на повышение в головное отделение Волговятского банка. Как отмечает Сергей Мальцев, подобная ситуация с ротацией кадров характерна для многих регионов ВВБ. Действительно, из семи территорий, которые входят в состав Волговятского банка, у нас за последние три года в четырех территориях сменились руководители. Причем во многом произошел просто карьерный рост у коллег. Ожидается, что Артем Пищик проработает в Мариэл как минимум три года. Сейчас он входит в курс дел и планирует перевезти свою семью в Йошкар-Алу. Скажу честно, пока никак не обустроился, учитывая, что достаточно недавно назначили. Я сейчас нахожусь в поиске недвижимости, квартиры. И в перспективе, в обязательном порядке, семью сюда перевезу. Планирую здесь жить. Город мне изначально понравился. Учитывая, что жил я в соседнем регионе, периодически сюда приезжал, и с семьей, и с детьми. Отзывы исключительно положительные. Я думаю, вы сами их прекрасно все знаете. Это и в том числе тоже было определенным стимулирующим для меня фактором, чтобы согласиться на предложение занять здесь руководящую должность. Блиц Гафем. Разбуди вдохновение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классический университет. Это один из центров социальной жизни республики. В Маргу на сегодняшний день обучается более 9 тысяч студентов. Одним из результатов многолетней научно-исследовательской работы коллектива вуза являются уникальные музеи университета. Об одном из них, зоологическом, мы расскажем в ближайшие несколько минут. Этот уникальный музей был создан еще в 1937 году. Первые экспонаты – это подарки других вузов из соседних регионов. Однако очень скоро на кафедре биологии появилась своя тексидермическая школа. И экспозиция зоологического музея начала интенсивно пополняться. Как образцами фауны регионов при Волжье, так и экзотическими экспонатами – океаническими рыбами и животными, рептилиями, птицами из далеких стран. История зоологического музея Марийского государственного университета насчитывает уже около 80 лет. В далеком 1937 году на базе биологического кабинета появились первые чучела, сделанные известными таксидермистами города Казани. Это Мазохиным, Коксиным. И именно тогда было принято решение об организации на базе зоологического кабинета музея. С тех пор музей Марийского государственного университета функционирует в полном объеме как научно-учебный комплекс. Здесь учатся, изучают биоразнообразие многие десятки студентов, изучающих биологические специальности. Это и предметы зоология, ботаника, КСЕ, БЖД. В 70-х годах прошлого века ученые и студенты Маргу приняли участие в двух океанологических экспедициях. Работа была проведена настолько колоссальная, что экспонаты, представители подводной фауны, обрабатывались в течение последующих 10 лет. Так, например, находящиеся за мной акулы были привезены в 1972 году из Тихоокеанских атлантических экспедиций, в которых участвовал доцент нашей кафедры Матвеев Валентин Александрович со студентами. Именно плавая моряками на корабле, они всю попавшую в траву рыбу обрабатывали, и многие из них до сих пор живут на радость нашим студентам, школьникам. Практически все животные Марийского края тоже представлены в наших экспозициях. Большое спасибо за добычу, изготовление этих препаратов нашим старейшим преподавателям. Это Христовору Факеевичу Балдаеву, Михаилу Петровичу Алмакаеву, и ныне занимающимся таксидермией, это доценту-дроботу Валерию Ивановичу. Наш музей продолжает развиваться и сейчас. Так, например, у нас установлены очень теплые отношения с московским зоопарком, где работают наши выпускники, и павших животных, особенно экзотических, они переправляют в нам, и поэтому коллекции хамелеонов, игуан, многих змей, это как раз плоды сотрудничества нашего университета и московского зоопарка. В отдельном стенде музея результаты совместного проекта ученых Маргу и Зао Марийская по выведению цесарок волжской породы, которые уже несколько лет подряд получают золотые медали на международной выставке «Агрорусь», проходящей в Санкт-Петербурге. Наша кафедра занимается селекцией цесарок с 1972 года. И с тех пор на базе Марийского государственного университета и тогда еще Акашевской птицевабрики, а сейчас Зао Марийская, была создана породная группа, затем порода цесарок, а теперь созданы высокопродуктивные аутосексные линии. Продукция, яйца и мясо которых пользуются спросом как у жителей нашей республики, так и за ее пределами. Очень важен тот факт, что именно благодаря усилиям ученых нашего университета Марийского научно-исследовательского института сельского хозяйства и сотрудников фабрики мы обеспечиваем практически половину России племенным материалом и племенным яйцом наших марийских цесарок. Впрочем, музей – это научно-образовательный центр не только для студентов и преподавателей классического университета. Попасть сюда на экскурсию может каждый. Достаточно просто записаться по телефону. Сотрудники зоологического музея заверяют – и дошколята, и школьники в восторге от экспонатов. Вот и сегодня здесь целая группа – участники Всероссийской школьной олимпиады по экологии, которая проходит на базе Маргу. Музей мне очень понравился. Тут очень интересно, много всего представлено и очень хорошо рассказывают. А как оцениваете экспозицию? Эта экспозиция очень интересна для современного школьника. Здесь представлено множество различных видов разных животных. Я увидела животные, которые раньше никогда не видела. Именно здесь дети впервые видят такие экзотические экспонаты, как, например, дельфина, зебру, скелет страуса и многих других интересных экзотических животных. Именно здесь прививается любовь к родному краю и биоразнообразию животных на нашей планете. Мы рады всегда видеть школьников, дошкольников на экскурсии здесь, потому что считаем, что наша просветительская деятельность здесь очень тесно соприкасается с профориентационной деятельностью. Реклама Увеличьте ваши продажи. Обеспечьте рост ваших доходов. Привлеките внимание к вашему бизнесу. Мы знаем, как это сделать. Реклама на радио и телевидении. ТВ и радио на Патриаршей. Реклама прозвучит именно тогда, когда это необходимо. Каждая рекламная кампания разрабатывается индивидуально, и мы гарантируем эффективность рекламы. ТВ и радио на Патриаршей снижает цены на производство и размещение рекламы. Убедитесь лично. 42-28-28. Реклама на радио и телевидении. 42-28-28. Реклама на радио и телевидении. Реклама на радио и телевидении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова